Озвучено и выпущено на канал при поддержке на Бусти и Патреон. Глава шестая. Таинственный режим Саннина. Друзья, это вымысел, удел слабых, чтобы оправдать свою никчемность. Твои друзья, твое окружение, твоя любовь, это только твой клан. Так ее учили. Друзья, это самое важное, что есть в жизни шиноби. Без них ты погружаешься во тьму, одиночество и отчаяние. Не в силах сам найти источник света. Без них ты теряешь самого себя. Так говорил старший брат. Друзья, это те, кого нужно всегда защищать. Те, кто наполняют твою жизнь красками. Их улыбки придают сил. Их благодарность и преданность лучше всякой техники. Так повторял он сам себе из года в год. Слишком разные, чтобы найти общие интересы. Слишком гордые, чтобы подчиняться кому-то равному по статусу. Слишком. Как много было факторов, которые заставили трех генинов сразу же расстаться и действовать в одиночку. Рассчитывать только на свои силы. Кушина равнодушно наблюдала за ними из укрытия. Понимая, что если так пойдет и дальше, то они все отправятся обратно в академию. Если Наруто просто вел такой образ жизни, то двое других действовали подобным образом лишь из-за своих амбиций. Забыв про самое главное правило. Командная работа превыше любых разногласий. Хинато умело использовала свой бьякуган. Но сейчас он лишь вызывал сильную головную боль. Участок леса был полностью окутан чужой чакрой. Которой совершенно не жалели. Девушка закусила губу и деактивировала Додзюцу, думая лишь о том, каким же монстром должна быть их наставница, чтобы так небрежно тратить энергию ради попытки лишить Хьюга зрения. Брюнетка пряталась среди ветвей дерева, внимательно изучая территорию. Левой рукой она проверяла все доступное ей снаряжение. Ведь и не знала, будет ли на Микадзе только защищаться, или же решит так же атаковать. Вдруг она заметила, как птицы сорвали с дерева недалеко от нее. И тут же приняла решение сменить место стоянки. Похвально. Не всякий генин обращает внимание на такие мелочи, как встревоженная живность. Кушина двигалась за девушкой по пятам, не желая выпускать ту из поля зрения. Нужно всегда гнать зверя в заранее уготованную ловушку, как говорил ее дед. Неся на плечах маленькую девчонку с рыжими волосами и ступая по мху, которого во влажных лесах у Зушио было предостаточно. Но сумеешь ли ты разгадать мой план? Хината сидела на корточках за широким стволом дерева. Она не могла увидеть противника, но интуиция буквально кричала, что охота началась. И победить в ней будет практически нереально. Раз. Брошенный кунай полетел в правую сторону, откуда послышался голос. А сама Хьюго бросилась в противоположную, даже не надеясь на попадание. Два. Намикадзе показалась в десятке метров спереди и брюнетка. На мгновение Апешифа решила использовать сильнейшую свою технику. Тридцать два удара небес. Три. Девушка успела коснуться наставницу, но та лишь улыбнулась и исчезла с хлопком. И тут неожиданно петля затянулась на ноге и оторвала Хинату от земли, переворачивая мир вверх тормашками. Уже настоящая Кушина показалась сбоку. Она медленно подошла и сняла все снаряжение Генина, оставляя ту трепыхаться в самой простой ловушке, которую только можно было придумать. Ты хорошо анализируешь ситуацию, но не уделяешь внимания мелочам. После этого Хьюго осталась в одиночестве. Даже сюрекина не оставила, а петля тугая, так легко не выбраться, подумала Хьюго. Ее внимание привлек человек, что появился из-за дерева. Она ждала насмешек или его безразличия, но парень просто полоснул кунаем по веревке и ловко поймал на руки падающее тело. Почему? Только и смогла выдавить смутившаяся Хината. Потому что... Коротко ответил Наруто. Саски двигался бесшумно, не желая оставаться на месте. Наставница была опытным Джунином, и выследить кого-либо для нее было плевым делом, особенно учитывая сенсорные способности на Микадзе. Мать говорила, что ее подруга очень милая и спокойная женщина, но очень легко впадала в крайность, чувствуя азарт. Кровь настолько сильно била ей в голову, что порой даже Хокаге приходилось туго. Экспрессивная особа, которая полагалась чаще на грубую силу, чем на ясно рассудок. Так говорила Микота, намеренно промолчав о том, что еще чаще Кушина это беспристрастный шиноби, мастер Фуиндзюцу, Суетона и Датона. Талантливый командир, выполнивший десятки, если не сотни опасных миссий. Жена Фугаку хотела, чтобы сын научился не идти на поводу советов и чужих мнений, а в одиночку анализировать ситуацию и своего противника, расставляя приоритеты. Хорошая тактика, Саски-кун, но убегая ты не выполнишь миссию. Кушина стояла перед парнем, который чуть не влетел в нее на полной скорости. Резко остановившись и разорвав дистанцию, он принял стандартную рукопашную стойку. Полубок. Руки закрывают лицо и корпус, оставляя на виду мало уязвимых мест, но не для Джоунина. А кто тебе сказал, что я убегаю? Усмехнулся Учиха, ожидая в любой момент отразить атаку. Я как раз занимался тем, что выманивал вас. Одна бровь на Микадзе поползла вверх. А ты уверен в своих силах? Не уверен в них. Мотая головой, ответил Брюнет. Уверен только, что вы не будете бить в полную силу. Именно из-за такого анализа ты уже проиграл. Неожиданно услышал Саски у самого уха. Сильный удар под ребра выбил из легких весь воздух, заставляя на секунду потерять сознание. Упав на землю, мальчик пытался сделать отчаянный вдох. Нужно рассчитывать разницу в силе, а не лезть на рожон, надеясь на чудо. Это ваше первое боевое задание, а не игра в песочнице. Учиха держался за ушибленный бок, пытаясь привести дыхание в норму. Он не хотел соглашаться, но иного выбора нет. Ведь никто не говорил, что с них будут пылинки сдувать. Ты можешь лучше. Этот голос и знакомые слова всколыхнули образы в памяти Саски. Я ведь знаю. Наруто! Сквозь зубы выдавил он, отыскав глазами напарника. Не беси меня. Да будет тебе. Улыбнулся Узмаки, присаживаясь рядом. Я лишь пришел предложить помощь. Обойдусь. Холодно процедил брюнет, упираясь на руки и пытаясь встать. Без твоей помощи. Очень сомневаюсь. Только сейчас Учиха заметил позади Наруто тихо стоящую Хинату, которая смотрела в другую сторону и делала вид, что ей неинтересно. И ее тут вообще нет. Почему она... Прошептал Саске. Потому что... Ответил ему Наруто. Кушина уже несколько минут наблюдала из-за укрытия за небольшой поляной, что растянулось посреди леса. Ее зеленые глаза внимательно следили за каждым движением и изменением в чакре у парня, что сидел там в позе лотоса. Он был спокоен и погружен в свои мысли, будто сейчас находился не посреди поставленного наставником задания, а просто пришел сюда ради медитации. Женщина уже несколько раз хотела напасть, чтобы преподать урок сыну, но какое-то чувство останавливало ее, как в старые времена, когда она встречала сильного противника, и интуиция кричала, что нужно держаться подальше от этого человека. Все в нем. Весь его образ говорил, что он слаб, но Кушина научилась ощущать то, что скрыто за покровом масок. Истинные лица людей, их повадки и характер. Она не могла это объяснить, просто полагаясь на шестое чувство. Хм, смешно. Я боюсь напасть на мальчишку, который Академию закончил пару дней назад, который никогда не стремился к знаниям о Силе Шинобе. Подумала на Микадзе, перемещаясь поближе к своей цели. Неожиданный хлопок в голове заполнил пробел в памяти. Десятки картинок и образов пролетели перед глазами Кушины, отдавая все воспоминания клонам. Интересно. Рыжеволосая начала теребить от предвкушения чего-то интересного золотую сережку, инкрустированную изумрудом в левой мочке уха. Так ты смог убедить этих двоих встать на свою сторону? Погодите-ка. Она метнула кунай в сидящего парня, но тот лишь слегка отклонил голову в сторону, уходя из-под атаки. Кушина Тайчо, не думал, что вы будете использовать удары из укрытия. Наруто раскрыл глаза и поднялся, разминая затекшие мышцы, и он не пытался взглядом выследить маму. Откуда тебе известны теневые клоны? Улыбаясь, начала она с того, что интересовало ее больше всего. Что бы я ни сказал, вы все равно не поверите мне. Так зачем обременять наш слух ложью? Было бы интересно послушать, откуда мой сын, который никогда не проявлял интереса к Ниншу, знает такие техники. Женщина вышла на поляну, предварительно создав клонов и раздав им указания. Ниншу? С удивлением переспросил Наруто, а через несколько секунд добавил шепотом. Как все-таки люди извратили созданный тобой путь, старик Хагорома. Краешек его губ приподнялся. Когда он почувствовал, как Кушина концентрирует в ногах чакру для стремительного рывка, в голове вдруг появилась мысль. Она всегда выкладывается на полную или просто никогда недооценивает противника, даже если тот всего лишь генин. Сейчас я не сын, а вы не мать. Кушина Тайчо, набрасывая на голову капюшон, чтобы женщина не заметила возникшую вокруг глаз пигментацию, произнес Узумаки. Он знал, что она ощутит внезапно изменившуюся на вкус чакру. Знал и то, что ничего не сможет доказать, пока не поймает с поличным. Лишь создаст еще больше вопросов вокруг тайны под названием Наруто Намикадзе. Сейчас вы наставник, а я ученик. Экзаменатор и испытуемый. Они сорвались в место одновременно. Цели в видимые, уязвимые места, но так и не схлестнулись в схватке, опять разрывая дистанцию. В голове у обоих перед самым ударом пронеслись образы возможного исхода, что заставило удержаться от необдуманных действий. Что за черт? Выдохнула Кушина, осматривая сына. Интуиция буквально завопила, что нужно любыми средствами избежать этой атаки. А то чувство... Перед глазами все еще стояла картина, где рука ее ребенка разрывает плоть на боку, ломает ребра и добирается до сердца. Бусинки пота заскользили по лицу Намикадзе. А мамочка и впрямь взялась за дело серьезно. Плечо Наруто неприятно захрустело, когда он сделал несколько круговых движений им. В последний момент она выпустила рукой чакру, что создало воздушную волну. Не опасную, но ощутимую. А ты полон сюрпризов, Наруто-кон? Нервно улыбнулась Кушина, тоже заметив, что слегка перестаралась. Чуть больше чакры, и она могла бы сломать ему ключицу. Хотя что-то на задворках сознания подсказывало, что все не так просто. Не буду отрицать очевидное. Слегка склонил голову парень в знак благодарности за столь лестные слова. Так это был всего лишь предлог? Что? Опешила женщина такого вопроса, пытаясь понять, где она могла проколоться. Зная характер, условия задания буквально сыграли на гордости каждого из нас. Три предмета, три ученика. Был бы он один, некоторые сразу задумались над командной работой. Не так ли? Наруто заулыбался, слегка скосив взгляд в сторону. Хм, неплохо. Один из клонов исчез, передавая знания о расположении Учиха и Хьюга. Они были недалеко и искали то, чего никогда не существовало, только на словах. Намикадзе пыталась понять, зачем ее сын послал их это делать, если он уже догадался о сути испытания? Неужели он настолько уверен в своих силах? Или наоборот, просто хочет доказать, что все эти годы они ошибались, и ему есть что преподнести родителям? Но если ты понял, зачем? Нет желания спасать их высокомерной заднице, рассмеялся Узумаки, расставляя руки в стороны. Они должны работать головой, а не верить, что сила их клана – это абсолют, который не требует помощи со стороны. Умерить свой пыл, забыть про свою гордость, склонить голову и преклонить колени. Если того требует ситуация, никакие мнимые ценности не стоят собственной жизни и твоих напарников. Они должны ничего и никому. Но в тот же момент все и сразу. Наруто сорвался с места, желая войти в клинч с матерью, ведь в нем у него были неплохие шансы задержать ее при помощи усиленного Сэн-Дзюцу телом. Но та легко прочитала намерения парня, хотя и удивилась такому суицейдальному решению, сразу же складывая печати. «Датон, каменная темница!» Скорости не хватило Узумаки, чтобы покинуть пределы Дзюцу, и вокруг него моментально возникли земляные стены, сомкнувшись над головой и лишая единственного источника света. Глупо было лезть так наружен, Наруто-кун. Удерживая ладони вместе, Кушина сложила еще несколько быстрых жестов пальцами. «Теперь я буду поглощать твою чакру, пока ты не лишишься своих...» «Иногда нужно совершать глупости, чтобы дать простор для действий другим. Я всего лишь наживка», донесся до нее приглушенный голос сына. Глаза женщины расширились, когда она почувствовала прикосновение острой стали к своей спине. «А вы добыча!» Кушина повернула голову и увидела Саске, что смотрел на нее при помощи Додзюцу. В левом глазу вокруг зрачка было две запятые, в правом одна. Он был самым быстрым среди этих троих и должен был за максимально доступное время сократить дистанцию для удара. Его роль – молниеносная, скрытая атака по отвлеченному противнику. Зеленые глаза метнулись в сторону и наткнулись на Хинату с активированным Бьякуганом. Как и у Чиха, правое ухо девушки украшал наушник. Ее роль – координация команды и поиск оппонента. Медленно убирая поток чакры, Намикадзе развела руки в стороны, разрушая тем самым созданную ранее технику. Короткие блондинистые волосы всколыхнули сильный ветер. Наруто не улыбался и не радовался своему успеху, как сделало бы большинство детей его возраста. Он был предельно серьезен и старался не выдавать своих эмоций. Настоящий лидер, который отвечает за жизнь каждого своего подчиненного, который придумал стратегию для победы, Нед заведомо сильным врагом. Его роль – приманка, которая, скорее всего, Кушина шумно сглотнула. Она прекрасно знала, что Наруто понимал, что никого убивать не будут. Но будь это настоящая миссия, он бы, безусловно, дав шанс своим товарищам, погиб. Ты создал клонов и замаскировал их под этих двоих. Начала свои размышления Намикадзе. И отправила вас ваясье, потому что знала слежки за каждым. Но почему я тогда их не почувствовала? Неужели думаете, Кушина Тайчо, что только вы знаете о способах ослепления Бьякугана? Вопросом на вопрос ответил Узумаки, но, видя замешательство мамы, продолжил. Не показалось странным, что вы чувствовали только мою чакру. Она буквально витает тут вокруг, нарушая чувствительность таких пока еще слабых очагов. Пара яростных взглядов пытались прожечь парня насквозь, но тот не придавал значения таким мелочам. Довольно просто, если противник тебя недооценивает. Продолжил Наруто. Не знаю, почему у тебя стало больше чакры, но даже так ее не хватило бы. Наруто запустил руку под плащ, в подсумок, и выудил оттуда на свет маленькую пилюлю зеленого цвета. Никакой препарат не даст такой прирост. Начала закипать Кушина, но спустя секунду дернулась всем телом, понимая. Неужели? Да, оно самое. Улыбнулся блондин, пряча шарик обратно. Солнечные лучи вредно сказывались на его качестве. Но откуда у тебя это? Вопросила Кушина. Шиноби не выдают своих секретов, ответил ей Наруто. Минато лежал на кровати и изучал бежевый потолок своей спальни. Его жена положила голову ему на плечо и перекинула через него ножку, изучая пальцем мощную грудь. Оба пребывали в молчании после рассказа Кушины о сегодняшнем дне и пытались найти ответы. Будь у него даже целое состояние, Акимичу ни за что бы не продали свои препараты. Наконец-то заговорил мужчина, почесав свободной рукой светлую макушку. А мысль о краже отпадает сразу, потому что в клане бы подняли шумиху. И я бы об этом узнал. Но откуда-то он ее достал? Томно промурлыкала жена, схватив Минато за подбородок и развернув лицом к себе. Поговори с ним, ты ведь отец в конце концов. Не важно ли, какими путями он добивается своих целей, если это не нарушает законы Канохи. Да и к тому же, что пилюля принадлежит имена Акимичи, лишь теория с его слов. Сама ты не уверена? Нежно поцеловав ее в губы, ответил Йон Дайми. Но его чакра... Моментально, словно фитиль, разгорелась Кушина. Она сильно ткнула пальцами бок мужа. Да, это волнует меня куда больше. Поморчившись, пробормотал он. Из твоих слов, она была похожа на природную чакру, что используют Джирайя Сэнсэй и я. Но отличается, напомнила женщина. И это... Если бы он заключил контракт с жабами, они сказали бы. Да и не могу я судить, не зная, отличается ли Сэнзюцу при обучении у других животных или нет. Я никогда не встречал других отшельников. Спальня погрузилась в тишину на несколько минут. Минато, а можно? Я тоже об этом подумал, но это безумие за гранью понимания. Хмыкнул мужчина, отмечая такие мысли, как полную глупость. Обучиться самому владению природной чакрой? Суицидальный вздор, который обошел стороной даже такой человека Карачимару, ведь даже спустя многие годы змеи не открыли ему эту тайну. Озвучено и выпущено на канал при поддержке на Бусти и Патреон. Присоединяйся к нашему сообществу на Бусти или Патреон и поддерживай выход следующих релизов. Ссылочки в описании и закрепленном комментарии. Глава 7. Не родись достойным. Поздравляю. Молодой парень не мог скрыть свои искренние улыбки, смотря в холодные глаза своего немногословного собеседника. Человек напротив него устало прикрыл веки и выдохнул, заерзав на теплой земле. Уединение было прекрасное душины после испытания, но и в этом судьба ему отказывала, подкидывая подарки в виде надоедливых знакомых. Он бы мог даже назвать его другом, но уж больно разные они были. Всего лишь некоторые идеи пересекались у них, порождая редкие встречи за пределами посторонних взглядов. Открытое общение было не под запретом, но все же ненужные вопросы обременили бы обоих. Ну что ты, не стоит благодарить меня за это. Брюнет сунул руки за шиворот своего зеленого чунинского жилета, на котором было множество карманов. Наверное, никто из тех, кто достигал этого звания, так и не познал всю загадку их предназначения от проектировщика этого элемента одежды Шиноби. Я не сделал ничего такого, чтобы возводить это в какое-то подобие праздника, медленно ответил мальчик, опуская веки и делая глубокий вздох. Сейчас главным было расслабиться и почувствовать потоки энергии вокруг себя, стянуть их, чтобы насладиться единением с природой и ее ласковым, почти целительным прикосновением к уставшему разуму. «Зачем ты пришел на этот раз? Только поздравить и поговорить», хмыкнул парень, оскорбленный безразличием своего приятеля. Хотя и понимал, что все это было односторонним. Блондин не отталкивал, но и не подпускал слишком сильно, будто я не доверял, будто что-то в его жизни заставило с подозрением относиться ко всем представителям клана Учиха, или будто все вокруг приносили только проблемы, в которые никак не хотелось лезть. «Ты же не откажешь мне, Генин?» «О, решил сыграть на субординации, Чунин?» – оскалился Наруто, язвительно сверкнув синими глазами. «Но я не обязан подчиняться вне военного режима или миссии, так что не нужно и дальше продолжать меня толкать на грубости. Я спрошу еще раз и, надеюсь, услышу то, что хочу. Что ты хочешь?» «Найти к тебе подход», – вздохнул Кишо, присаживаясь напротив. «У тебя, можно сказать, нет друзей. Ты большую часть свободного времени проводишь в лесу заброшенного полигона, один, словно какой-то отшельник. И чувствуя себя прекрасно, когда никто не надоедает», – улыбнулся Узумаки, без страха смотря в горящие, красным глаза. Он даже спустя столько лет все еще никак не мог привыкнуть к тому, что Шаринган можно встретить на любом углу Канохи. Клан Учихо был многочисленным, ведь войны давно закончились, а молодое поколение успело прорасти зеленой листвой на этом вековом древе. «А ведь когда-то в прошлой жизни встретить этот даудзюцу было равно выигрышу в бесплатную лотерею. Главное – не сыграть в ящик». «Ты не похож на представителей своего клана», – ответствовал Наруто. Наруто знал, что Кишо был сыном Шисуи и внуком Кагами. А эти ребята были настоящими белыми воронами среди сородичей, даже несмотря на то, что те уважали их силу как шиноби. Но Блондин молчал, не имея в планах зародить подозрения и неуместные вопросы по поводу его осведомленности в таких личных делах. «Почему?» Искренне удивился Чунин, изучая мимику своего собеседника. Но того сложно было читать даже при помощи Шарингана. «Слишком приставучий». Спустя минуту выдал Узумаки, чурясь от слепящего солнца, что уже поднялось еще выше над горизонтом. «Ха, да будет тебе!» Расхохотался Кишо, вытирая выступившие слезы. «Давно меня так не веселили!» «Откуда тебе знать, какие мы, Учиха?» «Достаточно знать нескольких, чтобы судить о всех в целом», мрачно ответил Наруто, явно давая понять, что углубляться в эту тему не намерен. Это заинтриговало Брюнета, но тот не стал навязывать русло разговора. «Так о чем поговорить хотел?» Дополнил Наруто. «Почему ты скрываешь от всех настоящего себя?» Не стал юлить, Чунин. «Хм, а тебе ведомо это?» Спросил Наруто. «Нет, но могу с уверенностью сказать, что ты как минимум не показываешь на публику свои истинные способности. Ты не дурак, не лентяй и не бездарь, но хочешь казаться им так сильно?» «Хм, это только мое дело», — хмыкнул сын Хокаги, переводя взгляд в сторону, словно надеясь найти там ответ, который удовлетворил бы интерес парня напротив. «Пусть люди видят меня таким, каким хотят. Было бы желание получить ответы, а путь он всегда найдется. У меня спустя столько времени не получилось». Скорчив досадливую мину, пробубнил Учиха. От его острого взгляда не скрылась, как дрогнул уголок губ Наруто. «Пытаться, падать, вставать и преодолевать», — повторил Узумаки фразу, которую слышал еще в детстве, много лет назад, когда путешествовал с Джирайей. «Да, то было прекрасное время, наполненное одними из самых драгоценных воспоминаний. Его не обучали тогда искусству шиноби. Его готовили к жизни за пределами листа, где нет друзей, где ты всего лишь путник, идущий в любую сторону, желая достичь и увидеть что-то новое своими собственными глазами. Замечательные годы, частично канавшие в лету. Упорство всегда приносит плоды, главное не отчаиваться, и тогда любой удар судьбы будет тебе по плечу». «Никогда не думал писать мемуары?» — просил удивленный Кишио. «Да, подумывал», — ответил ему Наруто. «Кагами просила не говорить, но она знает о том, что я часто вижу с тобой. Просила присмотреть и помочь по мере возможностей». Неожиданно перевел тему Кишио, заставив Наруто содрогнуться. Разговоры о семье были одними из самых нелюбимых им. «И почему ты решил, что мне это интересно?» — осторожно начал Наруто. «Я не хочу, чтобы ты плохо думал о сестре. Она твоя родня. Пусть и ведет себя довольно холодно, но все же переживает», — ответствовал Кишио. «Не мне осуждать ее решение, если тебе так это важно. Рад это слышать, Наруто». «Спасибо». Учихо поднялся и отряхнул штаны, после чего прошел мимо Узумаки, оставляя того за спиной. Даже такой короткий разговор, из которого Кишио выуживал крупицы информации, приносил ему какое-то странное и непонятное удовлетворение. Словно шаг за шагом, он становился ближе к пониманию. «Кто же такой на самом деле Наруто Намикадзе?» «Нет, Учихо. Спасибо тебе за эту правду». Улыбающийся брюнет покинул поляну. Скучно. Так нудно, что хочется забиться в самую глубокую нору и поскулить там о бренности бытия Генина. Саске поднял глаза и взглядом наткнулся на согнувшуюся перед ним Хинату. Короткие синие шорты обтягивали девичьи бедра и другую упругую часть тела Хьюги, отчего парень слегка покраснел и помотал головой, прогоняя глупые мысли. Их кланы лицемерно приветствовали друг друга при встрече, но за глаза изливались желчью и оскорблениями. Не нужно было быть гением, чтобы заметить в витающее в воздухе Канохи напряжение. Два древних рода, основная сила Листа и его опора, десятки лет не могли найти общий язык и при любой удобной возможности никогда не упускали возможность вставить палки в колеса. Хината, почувствовав на себе чей-то взгляд, удивленно повернула голову и уставилась на отрешенное лицо Учиха. В глазах того была задумчивость, но все же они были направлены туда, куда не следовало бы. Девушка сжала зубки, наступив пяткой на ком сухой земли и раскрошив его, после чего поддела и метнула в физиономию Саске. Парень выплевывал грязь и протирал костяшками веки, пропустив эту нарочитую шалость. «Ты сбредила, Хьюго?» «Будешь знать!» – прошипела брюнетка, поворачиваясь всем телом и скрещивая руки под выступающей через белую свободную майку грудь. «Куда зыркать не следует?» «Чего?» – опешил от такой наглости Генин, даже сделав шаг назад, кожей чувствуя злость Хинаты. «Не знаю, что ты тому думала, сумасшедшая, но ты даже не в моем вкусе!» «Что?» – дернулась Хьюго, округлив глаза, но уже секунду спустя на ее лицо легла тень, и следующая фраза прозвучала с отчетливой яростью. «Ну-ка, повтори еще разок, как ты меня назвал?» Саск изглотнул и хотел было сжаться в никому незаметный комок, но в сознании словно пружина среагировала мысль о гордости перед и за свой клан, который нельзя посрамить ни при каких обстоятельствах. «Сумасшедшая!» Выпитив грудь колесом и сделав серьезную мину, повторил Учиха. Ему тут же пришлось резко пригнуться, чтобы не схлопотать сломанный нос и пару выбитых зубов. Девушка атаковала резко и четко, с одним лишь желанием причинить боль обидчику. Следующий удар коленом захлебнулся в блоке предплечьями, а в глазах обоих уже горели додзюцу. Одна видела и знала, куда бить, другой читал и знал, что защищать. Но продолжить эту потасовку им не дал голос третьего участника их команды. «Хм, будет вам детишки?» Глумливо бросил Наруто, не разгибаясь от своей глядки и не поворачиваясь. «Лучше бы тратили свой запал на тренировки». «Ага, если бы они были», со злостью ответила Хинато. «Точно, точно». Поддержал ее Саски, все еще следя за девушкой. Мало ли, что у нее на уме. «Ах, если вы не понимаете, зачем мы это делаем, то пора бы включать ту часть своего тела, которую вы называете так ошибочным мозгом». Насмешка отчетливо слышалась от Узумаки, но его наглые ухмылки никто не видел. «Не забывай, с кем говоришь, ублюдок!» Хинато встал ровно, полностью забыв про месть Брюнету. «Я не посмотрю, что ты сын Хакаги и намного слабее меня». «Девушки, вперед!» Улыбнулся Учиха. «Но я тоже порадуюсь, когда она тебя отделает, Намикадзе». Наруто выпрямился и выгнался, расправляя плечи и давая спине отдохнуть. Послышался хруст костей, когда он сделал несколько круговых движений корпусом. Парень был в одних штанах, не стесняясь оголять свой торс, в отличие от того же Саски, который имел бледную кожу и худощавое телосложение, как и большинство его соплеменников. Блондин был смуглым и уже сейчас на десяток килограмм тяжелее, превращая всю эту массу в мышцы. Даже сам Наруто не мог точно ответить, почему здесь его тело было в столь хорошем состоянии, но предполагал, что это из-за нормального количества белков и углеводов в дневном рационе, а также продуманной до мелочей тренировки, что не было сбалансировано в его прошлой жизни. Он равнодушно окинул взглядом двух наследников, великих кланов Канохи, отчего те стушевались, чувствуя незримое превосходство в ауре своего напарника. Было в ней что-то такое, что заставляло людей слушать и прислушиваться, даже если те того не хотели. Следовать за Наруто, выполнять его приказы, даже умереть, если потребуется. Сейчас Узумаки видел в глазах товарищей то, что сам испытывал много лет назад, при встрече с Арачимару в лесу смерти. Трепет, граничащий с восхищением и страх, пробуждающий самые темные стороны человека. «Ну, чего же ты ждешь, Хинато?» Улыбка, прорезавшаяся на лице парня, для других была больше похожа на трещину, что возникло на камне. «Особого приглашения?» «Я...» Запнулась девушка, потупив взгляд. Что-то изменилось в ее голосе. И это заметили все. «И я...» А ты, Саски, синие глаза метнулись к брюнету. Вроде бы тоже имел какие-то претензии. Наруто, мы... Начал, было у Чиха, но его оборвали взмахом руки. Простите. Неожиданно металл в речи напарника исчез, уступая место спокойствию. «Я не хотел вас обидеть. Действительно. О чем я только думал, катя бочку на таких серьезных оппонентов?» Он неуверенно рассмеялся, почусывая пальцами затылок, а ветер разнес этот смех по всему полю. Качнулась крона одного из деревьев слева, и рядом с ребятами будто из ниоткуда появилась Кушина. Она внимательно осмотрела каждого, чувствуя возникший диссонанс. «Вы что, развлекаетесь, отлынивая от работы?» Поинтересовалась она будничным тоном, который не предвещал ничего хорошего для тех, кто был близко знаком с характером взрывной намикадзе. «Нет, просто решили немного передохнуть и пообщаться поближе», помотал головой Наруто, привлекая все внимание к себе. «Неужели?» С прищуром посмотрела женщина на сына, ища в его словах подвох. «А у меня другое мнение. Да будет вам Кушина, Тайчо». Виновата улыбнулся в прошлом Узумаки. «Мы ведь одна команда. Хинато, Саске, только скажите, если этот лентяй вас достает. Я ему. Все в порядке, сенсей», уверенно заговорила Хьюго. «Мы действительно просто хотели немного размять затекшие косточки. Да, Саске?» «А?» Встрепихнулся Брюнет, а после усиленно закивал. «Эээ, да, да». «Ладно, тогда заканчивайте здесь и идите в душ. Нас вызвали к Хокаге. Я буду ждать вас там». Минато листал папки с бесконечными отчетами, которые тоннами приходили в резиденцию каждый божий день. Будь он немного опытнее и умнее много лет назад, то всеми правдами и неправдами отказался бы от своей должности. Лучше бы тогда он не рвал жилы, чтобы доказать всем, что лучше любого из Великой Троицы. Слишком сильно любил деревню, чтобы позволить превратить ее в лабораторию, бордель или игральный дом. Кресло Хокаге открывало новые возможности, но с прошествием лета Намикадзе начал понимать, что все они не стоят возникающих минусов. Он так сильно увяз в своих мыслях, что даже не заметил зашедшую после стука в дверь жену. Кушина пару раз щелкнула пальцами, потом покашляла в кулачок. А когда и это не помогло, то просто ударила ладонями по столешнице, подкидывая в воздух горы бумаг. Молниеносное движение руками вернуло все на свои места. Я много часов потратил на то, чтобы рассортировать их. Беспристрастно начал Минато, поднимая глаза на Кушину. А ты так и не научилась ценить мой труд. Я уже кучу раз говорила, что лучше ползти на врага в грязи, под проливной дождь или снег, чем сутками сидеть здесь. Хмыкнула она, грациозно развернувшись и поигрывая бедрами, направляясь к дивану. Рожеволосая слегка повернула голову, заметив, что нужный результат достигнут. После чего Томна вздохнула и провела зубками по нижней губе, желая добить противника. Иногда мне так одиноко. Ой, прекрати. Шумно выдохнул четвертый, откладывая макулатуру в сторону. Прекрати дразнить меня. И что же мне сделает великий и ужасный желтая молния Канохи? Нагло усмехнулась она. Даже не знаю. Доля секунды, которой даже Шиноби, не говоря уже про обычных людей, не хватило бы на восприятие произошедшего. Имена-то навис над женой, практически соприкасаясь с ней губами. Может быть, это... Пона ставил своих меток везде, попыталась отвести взгляд Кушина, но ей не позволила это сделать рука, что уперлась в спинку дивана. А кто сказал, что их нет на тебе? Ну, я бы заметила такое. Уверена? Абсолютно. Хокаги класнул зубами, а в его голубых глазах заплясали озорные огоньки. Забавно. Что именно? Когда человек пытается обмануть, сам не до конца уверены в своих словах. Я ведь сенсор. Я вообще-то тоже. Что есть, то есть. Губами Ната коснулись горячей кожи на шее супруги, даря ей несколько нежных поцелуев. Ну и кто из нас должен прекратить? Сжимая край его плаща, прошептала Кушина, не отрывая взгляда от бездонного океана, в который она могла смотреть вечно. Не я это начал. Ну, удачно продолжаешь. Женщина толкнула мужа в грудь, отталкивая от себя. Сегодня ты будешь ночевать дома, иначе я разнесу это здание по кирпичикам. Ну-ну. В любом случае, я вызвал тебя и твою команду не для этого. Я дам вам миссию за пределами Канохи. Улыбнулся на Микадзе, возвращаясь в свое кресло. Они выполнили слишком мало заданий внутри нее, чтобы так быстро кидать их за ворота. Резко изменилась в лице Кушина, возвращая себе серьезность. Мир, может быть, и кажется безобидной штукой, но на самом деле это мясорубка, особенно для таких детей, как они. Одна уже наследница, а другой потенциальный претендент. К тому жоба с сильнейшим додзюцу. Я уж промолчу о Наруто. Я уже сообщил об этом Хиаши и Фугаку, и они со мной согласны. Ребятам опыта нужно набираться, ведь они будущие не только своих семей, но и листа в целом. Я категорически не согласна с этим решением. Продолжила упрямиться женщина, скрестив руки на груди. «Прости, но сейчас ты не мать и не подруга. Ты Джонинка Нохогаку Реносато, который подчиняется приказам своего лидера». Поставив локти на стол и сыпив пальцы в замок, жестко отрезал Минато, открыто указывая своей жене на положенное ей место, пусть он и позволял себе вольности с ней в своем кабинете, но все же никогда не забывал о той тонкой грани, где балансирует семья и служба. Эта дома Кушина могла устраивать скандалы, а здесь должна была беспрекословно, подчиняться. Я достаточно ясно выражаюсь. «Более чем, Хукаги Сама!» Сквозь зубы выдавила из себя женщина. «Не нужно злиться, Кушина». Ласково продолжил Минато, чтобы сбить возникшее напряжение. «Ты сама поймешь, что это необходимо. Они должны нюхнуть пороху, если мы хотим получить сильных и надежных шиноби». «И что же это за миссия такая?» Перевела тему Рыжеволосая. Доставка торгового договора в Суну. Вынимая из стола папку, ответил на Микадзе. Классификация задания. Б-ранг. «Это не военное время, когда не хватало ниндзя для выполнения миссий!» Подскочила с места Кушина, словно током пораженная, а она с плохо скрываемым гневом смотрела в глаза своему мужу. «Они дети, которые Академию закончили пару недель назад! Генины без какого-либо опыта!» «У каждого из них есть потенциал, который нужно раскрыть как можно раньше!» Никак не реагируя на бурную экспрессию жены, произнес четвертый. «Скоро экзамен Чунина, и мы должны показать другим селениям, что по праву называемся сильнейшими». «Только из-за каких-то страхов и амбиций?» Горечь отчетливо послышалась в голосе женщины. «И когда я пропустила момент, что ты стал таким?» «Каким?» Резко перебил ее Минато, скрывая лицо за переплетенными пальцами. «Я лидер военной деревни, я отвечаю за ее безопасность, за каждого жителя Шиноби. И я должен знать, что оставлю наследие наших предков в надежные руки людей, которые не будут смотреть на мир через розовую призму, искажающую реальность. Может, ты и не хочешь этого понимать, но они уже не дети, они уже сейчас. Боевая мощь Канохи». «Это все, Хокаги-сама?» Равнодушно спросила Кушина, пустыми глазами, смотря на спину на Микадзе, где утопала в солнечных лучах упомянутое селение. Скрипя сердцем, она все же принимала действительность слов своего мужа. «Эх, ступай». Устало выдохнул четвертый, возвращая свое внимание бумагам. «И хорошо подготовь свою команду к предстоящей миссии. Через три дня вы должны будете выдвигаться». Дверь с громким хлопком закрылась, оставляя Минато наедине с работой. Мужчина отбросил в сторону очередной отчет шпиона Исуны, откинувшись в кресле. Судя по последним новостям, самый опасный отступник за всю историю песка был недавно замечен в пределах родной деревни. «Если...» произнес в пустоту Намикадзе, вспоминая слова и выражения лиц Хиаши Хьюга и Фугако Учиха. «Если сможете преодолеть это испытание, то вернетесь в лист совершенно другими людьми. Заслужите своими поступками, а не правом рождения». Иначе... Лидеры великих кланов Исамхо Каги имели других детей, в случае чего, и готовы были к этому. Минато выдержал паузу. «Иначе умрете». Продолжение следует. Конец седьмой главы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok